Добрый день! Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! А сегодняшнее видео я хочу посвятить тому, как живут британцы. Чем отличается ежедневный быт британцев от быта, который был, допустим, у меня в Казахстане. Ну, во-первых, наверное, начнем про банальные два крана, чем очень славится Англия. Да, на самом деле здесь есть два крана в квартирах, и смесителей горячей и холодной воды нет не везде. У меня, к примеру, в ванной и в туалете на первом этаже тоже есть по два крана, и вода течет отдельно. То есть приходится, знаете, подставлять руки то под горячую, то под холодную, чтобы так смешивать. Но это как бы старые английские стандарты санитарные, которые действуют по сей день. На данный момент, правда, в современных домах это стали как-либо исправлять. То есть люди приобретают такие стандартные европейские смесители, где горячая и холодная вода смешивается. Но есть такие традиционные англичане, которые, знаете, вот с детства они полюбили два крана. И они продолжают пользоваться двумя кранами только уже в современном доме. Что они делают? Они покупают такие очень современного вида краны и ставят. Но благо, что в новостройках, в новых домах сейчас уже начали ставить такие нормальные два крана. Что еще такого отличительного в плане быта у британцев, чем, допустим, в Казахстане такое? Ну, к примеру, стиральная машина, это зачастую она находится не отдельно, допустим, в ванной, а она находится на кухне, стиральная машина. И, как правило, некоторые ставят такие машины, которые и стирают, и сушат, чтобы они не занимали много места. Хотя очень часто в некоторых домах можно встретить отдельно сушилку для белья. Почему это практикуется? Потому что в Великобритании высокая влажность, и белье не высыхает на улице, во-первых. Во-вторых, дождь постоянно. То есть, ну, знаете, зачастую, если с утра не было дождя, то он обязательно будет либо в обед, либо к вечеру. То есть белье не успеет высушиться. Еще одна такая необходимость сушильной машины в том плане, что если белье у вас будет сушиться дома, допустим, на сушилке, то у вас, ну, впоследствии начнут стены покрываться плесенью. Что еще? В каждой квартире обычно стоит судомоечная машина. Это практически без исключения. Ну, и, наверное, исключение это мой дом, где, к сожалению, мой лендлорд, мой хозяин, не делал обновления, реновэйшнс со времен, не знаю, царя гороха. И у нас отсутствует судомоечная машина, и вместо нее он спихнул маленький холодильник. Надо сказать, что водоизмещение этого маленького холодильника, ну, очень мало. Оно достаточно, допустим, для семьи из одного человека, и то есть человек питается только, допустим, охлажденным пивом, да? Ну, как-то так. Еще одна такая особенность. Здесь нет такого центрального отопления, какое мы понимаем его в Казахстане или в России. То есть, когда здесь говорят central heating, центральное отопление, то это означает, что у вас стоит в доме газовый бойлер, и он, скорее всего, как бы гоняет воду по трубам, то есть обогревает, и это называется центральное отопление. Такого центрального отопления, как у нас есть, допустим, ТЭЦ стоит где-то там, и отопительный сезон включается для всего района в одно и то же время, здесь такого нету. То есть, вы сами на свое усмотрение включаете и выключаете отопление. Вот. Что еще? Для меня было, допустим, очень-очень большим открытием, что в некоторых местах здесь есть до сих пор одинарное остекление. То есть, ну, сейчас, как бы, я уже в стране 15-й год, то есть здесь, как бы, уже это двойное остекление не в новинку, лет 15 назад было очень много домов, где было одинарное остекление. И я по незнанию сняла дом и жила в таком доме, где было одинарное остекление. Я вам скажу, это был вообще ход собачий. Что еще, на что можно напороться? По незнанию, да, бытовых таких нюансов. Это то, что иногда в доме не бывает газа, и все от электричества, включая отопление. Здесь стоят такие в некоторых домах батареи, как колориферы. Они собирают тепло в течение дня, к примеру, и вечером вы его включаете на таймер, и он начинает отоплевать вашу квартиру. Очень неэкономно. Как правило, эти бандуры такие очень громоздкие, вообще уродливые. Сейчас от них начали, вроде бы, избавляться, но есть очень много-много районов, особенно квартир в Великобритании, где газ не проведен, и все на электричестве. И, как правило, счет за электричество очень высокий. По поводу счетчиков на воду. Вот что интересно, я за 15 лет здесь сменила 4 квартиры, 4 дома. Я в квартирах никогда не жила, а 4 дома. И нигде, ни в одном доме не стояло счетчика на воду. Вода оплачивается по тарифу согласно квадратным метрам. И, допустим, у меня сейчас 3-бэдовный дом, и я примерно оплачиваю что-то в районе 500 фунтов в год за воду. Относительно таких стран, как Германия, Бельгия, это дешевые тарифы на воду. Еще одна такая особенность английских домов, особенно квартиры, это кругом наличие ковролина. И, если вы, допустим, не можете позволить себе снять дорогую квартиру, скорее всего, вы снимете что-то дешевое, где будет ужасный-ужасный ковролин. Возможно, они очень чистые, ну или не очень новые. Вот у меня такое, к сожалению. Ну, скажем так, там цвет такой давным-давно не модный, и уже такой его стирай-не стирай, чистяй-не чистяй, он светлее не станет, к сожалению. Но ковролина здесь кругом существует. Дело в том, что в некоторых домах шумоизоляция очень плохая, особенно это в квартирах. И для того, чтобы ваши соседи не особо ругались с вами, когда вы топаете, как слон, ковролины, к сожалению, придется иметь, особенно если это на вторых-третьих этажах. То есть вот как-то так. Еще здесь один такой есть платеж, он называется «Council Tax», но это не налог. Это что-то вроде как коммунальных сборов. В эту сумму входит оплата местной полиции, оплата вывоза мусора, административной работы нашего, скажем так, сельсовета, который занимается благоустройством территории и парковой зоны, к примеру, если у вас в вашем районе есть такая. То есть проводят вот такие, такого рода работы на это. Также, если я не ошибаюсь, пожарные тоже в нашем округе получают зарплату с этих денег. То есть мы конкретно видим, куда уходят наши ежемесячные взносы. Ежемесячные взносы также зависят от размера дома. То есть они делятся на бэнд, на категории. И, допустим, у меня дом в категории D, потому что он трехэтажный. Причем Council Tax оплачивает не лендлорд, а оплачивает тенант, то есть квартиросъемщик. И если вы безработный, то вы можете платить... Вас не обяжут платить в полном размере, но вы будете платить какой-то процент. А раньше безработные вообще ничего не платили. А также Council Tax, если я не ошибаюсь, не платят студенты, которые обучаются на полное время. И, по-моему, пенсионеры тоже имеют какие-то скидки. А также 25% скидки, если вы живете один, то есть если вы без партнера, то есть гражданского мужа, супруги, или если вы не замужем, не женаты. То есть 25% скидки. Мой ежемесячный платеж составляет 120 фунтов на данный момент. Это с учетом 25% скидки, потому что я не замужем, у меня нет ни мужа, ни бойфренда, который бы жил со мной. Надо сказать, что самой высокой статьей расхода здесь является электричество и газ. И если в вашем доме проведены и газ, и электричество, то можно оплачивать сдвоенный тариф. То есть использование газа и электричество попадает под один тариф. Но хотя по факту начисляется по счетчикам. Недавно была проведена техническая реформа всех этих счетчиков. И сейчас у меня, допустим, раньше ко мне приходили контролеры снимать показания счетчиков раз в три месяца. А сейчас счетчики дистанционно сами управляются и посылают на пульт провайдера электричества или газа сами показания. То есть никто больше ко мне не ходит. Тебе очень хорошо, да? Надо сказать, что основной... Пользователь воды в нашем доме это наш лабрадор Плутоша. Потому что вот после таких прогулок его приходится чаще всего мыть. Но зато он полноценно развивается. У него как бы счастливая собачья жизнь. По поводу парковочных мест, да? Вот у меня около дома, как бы вместе с моим домом прилагается бесплатное парковочное... Парковочное место на две машины. И я ничего дополнительно не плачу. Однако до этого я жила в другом графстве лет девять назад. И там мне... Знаете, там сначала так постепенно-постепенно вводили вот эти вот... Плату за парковку для резидентов. Сначала это было 15 фунтов в год. Потом эти 15 фунтов в год превратились в 50 фунтов в год. А сейчас, если не ошибаюсь, это стало примерно 10 фунтов в месяц. То есть, если у вас есть машина, то вы как бы не можете просто так приехать и припарковаться, да? Скорее всего, вам выпишут штраф. Вы должны будете зарегистрировать свою машину по своему адресу. Должны будете пойти или сделать это онлайн в каунселе. Зарегистрировать свою машину. И вам выдадут парковочный талон. То есть, вы будете его постоянно держать на переднем стекле, если не хотите, чтобы парковочный офицер вас штрафовал. Вот как бы такие некоторые особенности проживания, да? Еще один такой вот аспект британских резидентов, жителей здесь, это... Если вы живете в своем доме... В смысле, если вы живете в частном доме, а не в квартире, то, как правило, всегда есть гаден. Гаден это не сад. Вот в том понимании, которое мы себе представляем, да? Где цветут там плодовые ягодные деревья и все такое прочее. Сад это, может быть, просто, знаете, задний дворик, пятачок такой, три метра на два метра. И это называется уже гаден. Дак гаден. У некоторых домов еще есть фронт гаден. То есть, небольшая такая тоже полянка, на которую вы можете сажать клумбы и прочее-прочее. Надо отметить, что я никогда не видела, чтобы британцы на своих задних садах высаживали там что-то типа, знаете, грядок, помидоры там. Если кто-то что-то растит, это такое, знаете, типа клубника в горшках на один сезон. То есть, никто так вот садоводчеством серьезно не занимается, такой, знаете, с битвой за урожай. Как правило, сажают красивую газонную траву, могут поставить какие-то садовые скульптуры. Цветы сажают для красоты. Здесь очень хорошо растут пальмы. Здесь вообще все очень хорошо растет. Но энтузиазды, как бы, чтобы выращивать там овощи и фрукты, они, как правило, приобретают себе элотмент. В чем заключается приобретение? Приобретение это, то есть, вы где-то там записываетесь в очередь, и вам выдают небольшой участок в аренду, допустим, на 3 года. Небольшой участок, допустим, там, я не знаю, ну, не такой, знаете, как типа 6 соток, а там прям вот вообще кусочек земли, чтобы вы там посадили там, я не знаю, морковку, редиску, помидорки. Вот. И можете регулярно туда ездить на велосипеде и собирать урожай. То есть, это для себя, да, если вы хотите выращивать что-то такое, органик. Ну, это, знаете, такие очень-очень ярые энтузиасты такого вот органического питания, чтобы все было с грядок. Ну, если честно, я таких мало здесь видела. Но люди, у которых нет своих участков в Лондоне, которые живут в квартирах, у которых вообще нет, знаете, выхода даже на какой-то пятачок на задний двор, они активно арендуют или скупают такие участки. И участки такие довольно приличных денег стоят. То есть, как хобби, я бы даже не рассматривала это. Как бы для меня это, ну, странное явление. У меня еще с детства, знаете, отвращение полное к даче, к садоводничеству. Я не знаю, что должно случиться, чтобы я, ну, полюбила это дело, да, знаете, чтобы снова сражаться за урожай. То есть, чтобы там копать грядки, возиться в земле. Мне все это вот напоминает давние времена перестройки, когда в магазинах ничего не было. И мы все сажали, называли все это фазен, да, знаете, и пахали там, как рабы и зауры. Вот как-то так, да. То есть, ну, цветочки я могу посадить, которые, знаете, даже поливать, может быть, будут через раз, потому что здесь постоянно дожди идут. А так это не мое. Еще такая особенность, как бы, быта здесь, ну, проживание в домах, квартирах. Цены на, допустим, квартиры и дома практически не отличаются. И иногда, порой, цены на квартиры дороже. Но, допустим, если вы семья с маленькими детьми, то вам могут отказать в аренде квартиры, допустим, в каком-то доме, в каком-то многоквартирном доме. Почему? Потому что, как правило, в этих домах живут, может быть, одинокие старики, незамужние люди, холостяки, профессионалс. То есть, скажем, ну, детям, во-первых, там будет некомфортно жить. Но хотя, я знаю, в Лондоне очень много, кто живет с детьми в таких квартирах. Но если вы, допустим, придете в агентство по недвижимости и скажете, я хочу квартиру где-нибудь, допустим, знаете, не в Лондоне, а, допустим, вот в нашей эре, в нашем графстве, где количество квартир меньше, чем домов, то, скорее всего, вам откажут и скажут, ну, с детьми вы должны жить не в квартире, а в доме. И будут вам подыскивать соответствующие варианты. Кстати, в этой стране очень много британцев, которые родились, выросли здесь, выучились, работают, не имеют своего жилья, а не арендуют. И почему-то это как бы такое, знаете, предпочтение такое вот у людей до 40-45 лет. Либо они откладывают деньги на депозит, чтобы как бы потом купить, ну, взять ипотеку на квартиру, на дом, либо вообще до пенсии арендуют. С чем это связано? Ну, во-первых, с менталитетом, потому что если вы как бы берете ипотеку, то вы привязываете себя к этому месту. То есть, допустим, по ипотеке есть правило, что вы не можете продать дом, который вы взяли по ипотеке, допустим, ну, меньше, чем, допустим, через какой-то определенный срок, пять лет, по-моему, вот. То есть, а молодые люди в это время, очень многие, которые особенно получили университетское образование, они находятся в поиске карьеры, саморазвития, им кажется, что все еще впереди. Это такой, знаете, опасный возраст, когда кажется, что все-все впереди, успею я. Ну, это такое обманчивое, многие потом никуда не успевают, естественно, и к 50 годам сидят ни депозиты, ни карьеры, ни своего дома и живут в арендованных этих вальчугах. Вот, как бы так, есть такая сторона медали. А есть еще одно, как бы, такое распространенное мнение, что... Даже это не распространенное, такое явление новое. Старшее поколение, оно стареет, и не хочет быть обузой для нынешнего поколения, они уходят в дома престарелых. А дома престарелые не бесплатны в этой стране, и они платят за это. Они платят тем, что они продают свое жилье. То есть это жилье не уходит в наследство в следующем поколении. В следующее поколение сами должны рвать землю под ногами, чтобы что-то у них было в будущем. То есть это очень частое явление, когда, допустим, мои сверстники, мне 42 года, здесь вообще, знаете, ни кола, ни двора, ни сбережений, ничего. И при этом, при всем, у них ни детей, ничего. То есть очень-очень распространенное явление. Не все, конечно, так, но это очень часто. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео небольшое. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь им, и нажимайте на колокольчик, будет много интересного. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok